Оформили партнерские отношения. Председатель Неницкого окропотребсоюза Наталья Кордакова и индивидуальный предприниматель из Усть-Кары Павел Белорусов подписали соглашение о сотрудничестве. Это значимое для предпринимателей событие прошло на площадке Центра развития бизнеса Неницкого округа. О молодом и перспективном предпринимателе из Усть-Кары власти региона узнали в ноябре прошлого года во время визита в Рио-губернатора Неницкого округа в отдаленный поселок. Павел Белорусов рассказал Александру Цибульскому о своих планах по раздытию собственного дела. Глава региона идею начинающего бизнесмена поддержал. У нас очень много рыбы в нашей губе и население ловит. Оставать некуда. Так, вот у меня тоже главный вопрос. На что мы решили создать индивидуальное предпринимательство. И уже индивидуальный предприниматель в моем лице будет отправлять нашу рыбу в Россию. Эта рыба, конечно, она здесь, если есть возможность, чем каждый будет искать какие-то левые варианты сбыта непонятно кому по заполцены, лучше, конечно, организовать вот такое вот предприятие и увозить вот рыбу. Поддержали инициативу местного предпринимателя и местные рыбаки. Свыше 20 человек из населения поселка получили работу и, как следствие, возможность зарабатывать деньги. В каждой бригаде в среднем там по 5 человек. Со мной же работает порядка 7 бригад. Это вот на данный момент. Но в дальнейшем будем работать лучше, больше. Потому что люди увидели перспективу того, что есть рынок сбыта. Появилось какое-то дело. Какая возможность. Да, то есть этим теперь можно зарабатывать, действительно. И люди начинают потихоньку-потихоньку втягиваться. То есть, если сейчас разговариваешь, они уже планируют на следующий год рыбачить. Для хранения выловленной рыбы Павел в сентябре прошлого года арендовал склад Укарского потребительского общества. Здесь планирует установить холодильное оборудование. В перспективе открыть в поселке цех по переработке рыбы. Реализовывать ее предприниматель намерен в России. Но для этого ее нужно доставить в Иркуту на вездеходах. Взаимовыгодное сотрудничество в решении этого вопроса предлагает Окрпотребсоюз. Мы же осуществляем доставку на вездеходах. Туда идут они загруженные, то есть в Искару, а обратно идут пустые. То есть, таким образом, мы можем опять здесь взаимодействовать, помочь друг другу по доставке. Это же получается взаимная выгода, потому что мы везем, привозим в одну сторону, оплачиваем вездеход туда и обратно. Здесь тогда позволит какую-то ценовую политику, снижение ценовой политики в целом на продовольствие. Это раз, да. И второе, мы же говорим о том, что мы даем зарабатывать этим деньги. То есть, мы обеспечиваем людей не только продуктами, но и работой, и заработками. Поэтому здесь о логистике в дальнейшем, конечно, будет отрабатываться. Это вот только начало. Началом сотрудничества стало подписание соглашения между индивидуальным предпринимателем и председателем Ниницкого Окрпотребсоюза. Оно прошло на площадке Центра развития бизнеса. Очень рад этому соглашению, потому что, как начинающий предприниматель, могу сказать, что действительно очень трудно на селе развивать дело без помощи. Помощь индивидуальному предпринимателю предложила и гендиректор Центра развития бизнеса в НАО Ирина Тихомирова, в том числе в подготовке заявки на получение гранта для развития предпринимательства.